Добрый вечер! Вы смотрите новости. Меня зовут Антон Скаль. Начнём этот выпуск с главных тем. Сезон активности клещей стартовал. В крае уже есть первые пострадавшие от укусов. Как уберечься? Советы в нашем выпуске. Здесь сможет проехать только трактор. Жители села Украинка Мамонтовского района жалуются на плохую дорогу. Уже несколько лет они добиваются капитального ремонта. Занимательная экскурсия. Барнаульцев приглашают побывать в Доме душевных историй, он же общежитие номер 96. Вместе с тёплой погодой в крае возросла и активность клещей. По последним данным, пострадали три человека. Пациенты обратились с жалобами на присасывание клещей в больнице, где им оперативно оказали медицинскую помощь. Как избежать укуса в сюжете Полины Ждановой. Многие знают с детства, что укус клеща может оказаться смертельным или приковать к инвалидному креслу. В последние годы, по словам врачей, клещи переносят на себе не только вирус энцефалит, но и десятки других, не менее опасных для человека. И несмотря на то, что зараженных клещей в Алтайском крае немного, около 5%, в регионе в сезонных активностях регулярно проводится обработка парков, аллей, территорий турбаз и санаториев. С них требуется в соответствии с санитарными правилами расчистка территории, причем не только самой территории, но и барьера 50 метров за территорией. В связи с тем, что клещи имеют такую способность двигаться на тепло человеческого тела или любого другого теплокровного животного за 50 метров. Обрабатывать территорию рекомендуют и дачникам, эффективнее целыми улицами. Обработка одного участка бесполезна, клещи все равно на него попадут. А теперь запоминайте. Наибольший риск подцепить клеща возможен в таких местах, как вдоль дорог, в лесу, на даче. Также осторожнее стоит гулять по заброшенным аллеям и на окраинах города. Клещи часто прячутся в траве или на деревьях, выжидая жертву. Чаще всего они цепляются к животным. А домашний скот, кошки или собаки после прогулок без привязи приносят нежелательного гостя домой. На одежде клещи прячутся в складках или швах. Если же клещ сразу присосался к телу, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Если находится пострадавший недалеко от города и, условно говоря, в течение нескольких десятков минут он может добраться до медицинской организации, то правильнее поступить так, обратиться в травмпункт, где будет оказана квалифицированная помощь по удалению клеща и затем по возможности при сохранении его целостности отправки его на исследование. А вот если клещик усил вас в походе, то необходимо удалить его пинцетом, а после обработать рану. Но к врачу все равно обратиться следует. Головка клеща может остаться в теле. К тому же он может быть заражен. Инкубационный период клещевых вирусов составляет 3 недели. Лучший способ защититься от опасного укуса – вакцинация. Прививки ставят с осени. Ревакцинацию от клещевого энцефалита проводят каждые 3 года, но есть и другие способы обезопасить себя от паразита. Например, хорошо кипятить свежее коровье и козье молоко. Через него также возможно заражение. В прошлом году в Алтайском крае от укуса клещей пострадали почти 2500 человек. В большинстве случаев они забывали об элементарных правилах безопасности. Если вы решили отдохнуть на природе, не забудьте взять с собой баллончики с репеллентами и надеть плотную одежду, а также провести тщательный самоосмотр. В этом году пик активности клещей продлится до середины июня. Полина Жданова, Роман Хайрулин. Новости. К другим темам. Спасательные службы продолжают бороться с последствиями половодия в районах края. Так, в Тольменском остается подтопленными 89 приусадебных участков и несколько частных жилых домов. Сотрудники МЧС смогли предотвратить дальнейшее подтопление райцентра Тольменки. Спасатели успешно провели взрывные работы на реке Чумыш. На данный момент уровень воды в реке упал и продолжает снижаться всего. На месте работает 175 человек и 30 единиц техники, а также аэромобильная группировка главного управления МЧС региона, подразделения ГИМС, Сибирского спасцентра и пожарно-спасательного гарнизона Тольменского района. Проведенными взрывными работами с привлечением авиации Затор был ликвидирован, угроза снята, население в зоне риска было оповещено своевременно. Работа по эвакуации организована. Лед наконец-то тронулся. Одно из самых ожидаемых событий этой весны – ледоход на реке Обь. Он учился на прошедших выходных вечером 14 апреля. Стоял лед наверху, в районе Расказихи, выше немножко, был затор небольшой. Вот когда его уровнем подняло, понесло, тогда и у нас случился ледоход. Специалисты Краевого гидромедцентра отмечают – первое вскрытие льда на Оби произошло еще за 4 дня до события 10 апреля в районе Старого железнодорожного моста. Всего существует три разновидности ледохода – редкий, средний и густой. В зависимости от степени покрытия реки льдом. В Барнауле сейчас идет средний, и по прогнозам синоптиков он закончится уже завтра. Кстати, совсем скоро наш телеканал объявит победителя розыгрыша призов. Тот, кто первым угадал дату и время начала ледохода, получит смартфон от компании Теле2. За второе и третье места дарим селфи-палку. Также будут разыграны поощрительные призы от Барнаульской водяной компании и две упаковки воды высшей категории «Качество легенда жизни». Нарушения требований безопасности в торговых центрах региона должны быть полностью устранены в ближайшее время. Такое поручение дал губернатор Александр Карлин в ходе оперативного совещания в правительстве края. Речь идет не только о торгово-развлекательных центрах, но также об учреждениях культуры, спорта, образования, социальной защиты населения. Особенно о тех объектах, где находятся люди маломобильные, инвалиды, больные, престарелые и другие, которые нуждаются в особой заботе и внимании. В связи с трагическими событиями в Кемерове, во всех регионах страны, в том числе в Алтайском крае, были организованы проверки торгово-развлекательных центров, те, в которых выявлены нарушения пожарной безопасности, начали закрывать. Один из них – торговый центр «Воскресенье» в Бийске. Там, по данным краевой прокуратуры, не все пожарные экраны были укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами. На путях эвакуации материалы, которые легко возгораются. Автоматическая система пожаротушения изначально неверно спроектирована. По этой дороге сможет проехать только трактор, жалуются жители села Украинка в Мамонтовском районе. Путь от райцентра до села уже давно пришел в негодность. Сельчане годами жаловались в разные инстанции, но капитального ремонта так и не дождались. С просьбой о помощи обратились и в нашу редакцию. В ситуации разбирался мой коллега Вадим Слюсарев. Буксировочный трос и цепи – минимальный набор для поездки в райцентр. Без них из дома жители села Украинка не выезжают. Дорога больше напоминает трассу для гонок по бездорожью, нежели проезжую часть. Поэтому сельчанам иногда приходится пересаживаться на технику посерьезнее внедорожников. У нас в деревне много техников в каждом дворе, но такой вот не у всех. Поэтому как беда у нас. Весна, осень, обычно дожди. Люди постоянно обращаются, что надо помочь вытянуть. От трассы Мамонтово-Романово до Украинки 20 километров. По словам местных жителей, дорогу не ремонтировали капитально почти 30 лет. Самый проблемный участок длиной 5 километров. С каждым годом он только увеличивается. На момент съемки этого сюжета в Мамонтовском районе были заморозки и грязь затвердела. Но сельчане уверяют, с потеплением или дождями они вновь будут отрезаны от большой земли. Мы в час где-то возвращались, а все. Нам ехать невозможно. Мы глушитель оставили вон там, пешком пошли. Машину остановить нельзя, потому что остановился все. У нас АК. Если попадешь в колею, то сел. На пузе лежишь. Жители Украинки писали десятки жалобных писем в районную администрацию. Даже дошли до президента. Но все перенаправляют поручения друг другу, а результата нет. Вот и приходится справляться своими силами. Сельчане посыпают дорогу кирпичной крошкой. Для этого они разбирают старые сарай и постройки. Но материалов на всю дорогу, естественно, не хватает. Здесь часто ездит тяжелая техника, ведь основной источник заработка для сельчан – животноводство. Большинство местных поставляют продукты на мамонтовский молочный комбинат. Но не всегда цистерна может до них добраться. Намного хуже, когда доехать не могут экстренные службы. Сельчане жалуются – скорая помощь отказывается ехать дальше поворота на село и просит выносить больных к трассе. А пожарные даже на своей технике могут застрять. Проблемы возникают и с поставкой еды. Людям приходится запасаться. Вот смотрите, вот я хлебом запасаюсь. А вдруг завтра потепление, а там вообще дорогу размоет. Так и все люди делают. По пять, по шесть. Конечно, это не резон. Он черствеет, портится. Ну а что делать? Местные жители не хотят покидать родное село, однако стабильно уезжают из Украинки. Лишь за прошедший год население уменьшилось с 270 до 250 человек. Говорят, это много. И в качестве одной из главных причин называют дорогу, которая не позволяет нормально жить. С проблемой бездорожья сталкиваются не только в Украинке. Дорог нет и у соседей в селе Крестьянка и в поселке Первомайский. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в администрацию Мамонтовского района. Но там от комментариев воздержались. Сослались на то, что у них нет необходимых ресурсов, а дорога находится на счету Алтай-Автодора. И ремонтом должна заниматься управляющая организация. Дорога Мамонтово-Украинка. Я считаю, что мы, согласно ремитосредств, который нам сегодня транслируют и обещают с увеличением, мы, наверное, за несколько лет ее приведем в нормативное состояние. В этом году Алтай-Автодор запланировал отремонтировать 3 километра дороги Мамонтово-Украинка при общей протяженности в 38 километров. Но обещают в ближайшие годы завершить ремонт всей дороги. И, может быть, тогда местные жители перестанут уезжать из села. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев, Роман Хайрулин. Новости. Продолжаем выпуск. С этого дня улицы Краевой столицы украсят праздничные плакаты ко Дню Победы. Как будут выглядеть, давайте посмотрим. Цветовая гамма плакатов преимущественно красного, алого и золотистого цветов. Хроника военных событий выполнена в серо-голубых цветах. Используются изображения орденов и медалей военных лет. Знамени Победы, Георгиевской ленты, Вечного огня и Лавровой ветви. Для праздничного тематического оформления города задействуют конструкции с флагов и праздничные плакаты. Их планируют разместить на площадях Советов Победы Сахарова, Баварина, Октября и Мира. А также они появятся на основных улицах города. Очередной тотальный диктант провели в Барнауле в минувшие выходные. В этом году проверили грамотность 700 человек. Участников распределили на 11 площадках города. Традиционно это Алтайский государственный университет, технический, библиотека имени Шишкова. Появились и новые локации. Почта России, Алтайский институт экономики и самая нестандартная кинотеатр «Формула». Там участники писали диктант в зрительном зале. Кстати, текст для диктанта написала Гузель Яхина. Автор романа «Зулейха открывает глаза». Лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Я считаю, что это очень значимое явление с точки зрения популяризации и русского языка, и комплекса идей, которые несет в себе изучение русского языка, и некий возврат к истокам для тех людей, для которых образование, да, вуз уже в прошлом, взрослая жизнь, работа. Напомним, акция «Тотальный диктант» всемирная. Проверить свою грамотность может любой желающий. В прошлом году более 10% участников акции, а это около 200 тысяч человек со всего мира, стали отличниками. А результаты «Тотального диктанта-2018» станут известны в конце апреля. Их можно узнать на официальном сайте акции. И к новостям культуры. Дом душевных историй или общежитие номер 96. Выставка под таким необычным названием открылась в арт-галерее «Бандероль». Авторы – барнаульские художницы Екатерина Витвинова и Ольга Береста. По словам авторов, эту выставку они посвятили весне. Именно поэтому многие экспонаты символизируют наступление теплого периода. Например, большое место в экспозиции занимают декоративные скворечники. Их созданием уже несколько лет занимается Ольга Береста. Екатерина же представила на выставке свои картины, главные герои которых – чудаковатые персонажи, странные звери и предметы. Выставка работает в барнаульской арт-галерее «Бандероль» до 9 мая. Вход свободный. В конце выпуска можно будет немножко умилиться. Барнаульский зоопарк продолжает радовать пользователей интернета забавными видео. В этот раз в сеть попала запись, на которой хорек греется на солнце. Кстати, вторая половина апреля будет жарко. Обещают сеноптики с наступлением хорошей погоды. Зоопарк становится популярным местом для посещения у жителей и гостей краевой столицы. У меня на этом все. Итоги этого дня вместе с вами подведем в 20.30. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!